Всем доброго времени суток! Связался черт с младенцем. Конечно, Рокси и Гуш, они не смогут отгавкаться. Это надо быть точно такими же прожженными пройдохами, скандалистками со стажем, как Севка. А эти девушки, они жили и живут в спокойных, любящих семьях. Они представить себе не могли. До того, как увидели видео Севки, как тот разговаривает с матерью, что такое, в принципе, возможно неуважение, к людям вот такого почтенного возраста. Я старше этих девчонок, но я тоже такого никогда не видела. И сколько времени я его смотрю, столько поражаюсь. Как так можно разговаривать с мамой? Матом, с оскорблениями. И он еще говорит, а вы не сравнивайте ваших мам с моей. Ну, естественно, какое сравнение? Тут вообще никакого сравнения, об этом даже речи быть не может. Это просто со стороны смотришь и поражаешься. Это реально так? Это действительно вот такие люди живут на земле? Как их воспитывали? Кто? Каким образом? Скорее всего, никаким воспитанием там и не пахнет. Там вот просто, вот правильно я рассказала, росли как трава. И вот это не просто трава, это бурьян. Вот эта верблюжья колючка, вот она выросла и превратилась в то, что мы сейчас наблюдаем на экранах. Пока Севка потирает ручки в предвкушении начать изрыгать яд. Ну, полон человек, дайте высказаться. ТВ-шка в это время ожирала полулежа на кровати прямо руками. Васькина дочка слушает и жрет. Облизывает пальцы, ковыряется в зубах. Я сбоку смотрю на нее, да, как она жрет. Ну, черепаха, черепаха. Вот только черепаха, она не вызывает отвращения. А это чучело хочется тряпкой накрыть. Мерзкое зрелище, ну, чтобы только не видеть. Я уже перестала предупреждать, что под мои обзоры не следует употреблять пищу. Это же обзоры на адскую семейку. Все, кто меня слушает, они прекрасно понимают, какого низшего сорта эти люди. Как отвратительно они себя ведут. Не для контента. Не для того, чтобы шокировать людей и привлечь к себе внимание. Они такими уродились. Не родились? Урод-дились. Севка-склочник. Эдик рассказывал об этом, что он был таким с детства. Опять-таки, уродился таким с детства. И наблюдая из видео в видео, приходишь к выводу, что Эдик не лгал. Базарная баба. Но чем он и занимался? Два часа без устали. Этого и следовало ожидать после того, как девчонки дали ему ответ, что он будет мусолить эту тему. Этой трансляции дело не кончится. Он уже снял два видео. Плюс был вот этот двухчасовой стрим. Одно и то же он гонял по кругу. Я уже озвучила многие свои мысли вслух в двух предыдущих обзорах. В этом кое-что добавлю из озвученных ранее. Немножечко совсем коротко. Ну и, конечно же, произнесу новые. Кодло, говорит Севка, племя. Это что такое было? Восстание рабов. Это все о той семье. Это все о своих родственниках. Севка подзаборная. Попробовал бы он сказать это все, глядя им в глаза. Но он же трус. Сколько раз ему приходилось лицом к лицу сталкиваться с мужчинами в разборках. И ни в одном случае он не смог постоять за себя. Ездил он в Киев. В поезде возник конфликт, в результате которого его пнули по печени. Плакался потом в трансляции, что болит. Печеночка у него вздулась. Но отпор дать не смог. Там такой, знаете, здоровый какой мужик был. Как лягнул его ногой, а нога у него здоровая. И Севка тут же сел в уголок и тихонько заплакал. Но возразить не посмел. Побоялся. В больнице санитар разбил его телефон. Севка кричал, угрожал. Ну, стоя, конечно же, на безопасном расстоянии. Ну и чтобы, не дай бог, его вот эти вот... Не долетели до этого санитара. Но постоять за себя он и в этот раз не смог. Ему говорили, писали. Займись, пусть тебе восстановят телефон. Что вы? Да пусть он хоть 20 разобьет, лишь бы только его не тронули. Он и забыл про этот телефон. Он купит. Лишь бы только шкурку его не поранили. Да что об этом говорить, о том, что он связывался с мужчинами или должен был бы постоять, отстоять свою собственную честь и достоинство. Когда он еще пользовался общественным транспортом, ему женщина в маршрутке протянула руку и велела ее поцеловать. Приказным тоном. И он подчинился. Просто надавили авторитетом. Просто ехала женщина и сказала, Надь, целуй, посторонняя незнакомая женщина. И он при всех, кто находился в маршрутке, тут же выполнил ее приказ. Он диванный воин. Он смелый сидя дома в кресле, кричать, соберитесь все 500 человек, которые были на свадьбе, и выступите, что они имеют против него. А он послушает титька тараканью, что он такой для тех людей. Последний голубой щенок из помета. Шупизденыш, грязной Таньки с репанными пятками выпердыш. Сидит возле загаженной постели матери, которая жрет. Это все у нее изо рта падает. Прям на эту кровать. Она с кровати подбирает. Там и кот ходил грязными лапами после лотка. После грязного пола, по которому Севка ходил в обуви. Она копытами грязными лежала. Там места чистого нет. Понимаете, как просто сидит Пеппа. И вот этот носом, вот так вот, роется в этой чашке. Все это летит в разные стороны. Оно вот это вот подбирает и жрет. А рядом свинок сидит в грязном кресле, в грязной квартире, в грязной одежде. И требует чего-то. Требует. Вот умора. Дармоедами он всех назвал, присутствующих на свадьбе. Дармоедка сидит рядом и жрет в пустую голову. А там на свадьбе люди трудолюбивые. Он смотрит их видео, знает, кого как зовут, кто чей ребенок. Смотрел он и Эдика, и видел огород Хачика, и он говорил об этом. Говорит, какой огромный, какой ухоженный. Это сколько труда надо вложить. Да, достаточно посмотреть на натруженные руки Хачика, руки честного, трудолюбивого человека. И пусть Севка посмотрит на свои манерные, короткопалые ручешки, с пальчешками вот этими непонятными. Вот руки истинного Дармоеда. Люди живут богато, красиво, достойно, заработав на это все не голой опой, крутясь перед камерой, и не дохлого завонявшегося ежа матери, тыча в камеру, самому наслаждаясь открывшимся зрелищем. Вообще любит он это дело. Надину Требуху разглядывал, ТВшкин. Он вообще кайфует от таких видов. Поэтому в его окружении только бабушки. Велел им заткнуть рты, иначе он поразрывает им их до ушей за свою страну. Страну, которую он сам чернит постоянно. Все там не так, и люди не такие. Опять же такие. Ему литигаться с настоящими мужчинами. Он будет орать «Куаля!» А тот сам Рохля, сидя у Севки, там смелый. А вытряхнет он оттуда эту вошку. Ну и что она будет делать? Забьется в угол и испугается. Где тут какая-нибудь волосенка, чтобы за нее можно было спрятаться? Вы, говорит Севка, династия тупых и необразованных людей. Это он все, опять же таки, про своих родственников. Это слова человека, не знающего ни истории, ни географии. Вот о чем говорить с человеком, который считает, что Киевская Русь – это не просто термин, который придумали для обозначения территории проживания славян историками уже вот в XIX веке. Официального названия раннесредневекового государства восточных стран никогда не существовало. Никогда. А по мнению Севки, там еще и говорили на языке его страны, в которой он живет. Вы можете представить? Нет, Севка, ошибся ты. Там не на чистом говорили, а вот, ну вот как ты, вот на таком наречии там говорили. И Владимир Святославович, новгородский князь после захвата стал киевским, из рода Рюриковичи. Тоже говорил на государственном языке Севкиной страны. Ну вот вы представляете? Вот такое молотить своим языком. Тупорешка. Ей-богу, тупорешка. Правда. Шел бы еще одно море копать. Вот честно. Пусть бы он занялся делом. Но все-таки, ну, хоть какая-то была бы от него польза. А так? Рокси сказала про стройку. Смог бы Севка так работать, как работают ее родственники? На что он ответил? Работал. Но понял, что это не его. Включил голову, получил образование. И поэтому работает на сцене. Как он не добавил свое любимое? Кто на что учился? Показал свое превосходство. Образование получил, но человека оно из него не сделало. Да и образование, честно говоря, когда слушаешь Севку, ну, вызывает большие-большие сомнения. Это первое. Второе. Что он заработал благодаря своему образованию? По сравнению с тем, что заработали там люди честным трудом, без, как он утверждает, образования. Ничего. Квартиру он приобрел сомнительным образом. Выплачивал он за нее. Заработка на YouTube спустя несколько лет, а до этого денег у него не было. Банально не было денег. Работник сцены он жил бы сейчас, как и те, которые с ним ехали в автобусе. Леся в общежитии живет. Комнатушку выделили. Все, хватит. Чего морду баловать лишний раз? Леша на съемной квартире живет. Другие, которые имеют свое жилье, но из тех, кого он показывал, имеют его весьма скромное. Как он жил сам? Обшарпанная квартира. Денег не было у него элементарно поклеить новые обои, покрасить полы. Это элементарно. Он туда покупал обои, самые дешевые, он говорит, по 20, не знаю, чего там, копеек, гривен. Свинарник. Жил в свинарнике. Мебель допотопная с 900 мохнатого года. Опозорив себя, свою семью, он заработал хотя бы на вот этот вот скромный, весьма скромный ремонтик, который вот у ТВшки в квартире. Более-менее ремонт у него на Карла, но он мебелью этой все испортил. Да и сама квартирка крошечная. Его были слова. Хотел взять побольше, денег не хватило. А те сами себе на трехэтажные дома заработали. Севка говорит, зачем вам такие трехэтажные дома? Чтоб ты спросил. Он и дом Эдика высмеивал, тоже из зависти. Дом большой, комнаты просторные. Летняя кухня огромная, участок. Тоже говорил, а мне понравился Эдькин дом. Ну да, там за исключением небольших недочетов. Да это все элементарно переделывается. Элементарно. К тому же это чистая воды вкусовщина. Серые они повесили обои, или серобура какие-нибудь, малиновые. Какая разница? Каждый делает у себя дома все, что хочет. Когда я делала обзоры в то время на это все, и говорила, что мне нравится что-то такое, знаете, в светлых тонах, там белое, голубое, и мне люди писали, ой, у моей мамы все белое, я так мечтала, выйду замуж, у меня будет цветное. И я, говорит, сделала себе. Одна комната розовая, другая желтая, третья зеленая. Ну, ради бога, человеку нравится это ваше жилище, вы имеете право обустраивать его так, как пожелаете. Вот Севка понапритаскивал себе шашелью побитой мебели, и довольный живет. Ну и ради бога, Эдик, то же самое. Мне дома Эдика нравится больше, чем все Севкины квартиры. Хоть по отдельности, хоть все вместе. Ну, не люблю я маленькие квартирки. Там же не комнаты, там клетушки. Просто клетушки. Вот как у него спальня, ну, тут такая, ну, прямоугольная, тоже не понимаю. В моем понимании, комната должна быть квадратная, комната должна быть свободная, просторная, чтобы можно было поставить мебель, и чтобы было свободное место. Что у него за гостиная? Бачком ходить? Там Колька уже не может проходить, он все предметы сшибает. Ну, его устраивает. Может быть, еще кого-то устраивает. Смысл об этом говорить? Вот такой вот была моя первая часть. Надолго не прощаюсь с вами. Увидимся во второй. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok